Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Кучеров собирается лететь на Сейшелы, но не с Сашей Харитоновой, как ей хотелось бы, а с другой девушкой. Харитонова пишет, я снова одинока, в очередной раз я осталась одна. Такая несправедливость, каждый мужчина, который ко мне приходит, улетает на остров с другой, а я остаюсь в Москве. Ольга Рапунцель рассказала о своих планах. По приезду с острова в Москву, она и Дима Дмитренко начнут готовиться к свадьбе. Она состоится в июне, и после ЗАГСа ребята собираются полететь отдыхать на Мальдивы. Затем полетят во Владивосток к родителям и друзьям. В недавнем выпуске зрители могли наблюдать за развратным поведением Ольги. Чтобы удивить Диму, Рапунцель решила встать на мостик и проигнорировала его напоминание о том, что под платьем у нее нет нижнего белья. Операторы могли наблюдать Ольгу во всей красе. Ну а для зрителей, конечно же, это видео было отредактировано. Добавлен эффект размытости. На поляне была в гостях мама Лизы Полыгаловой. Она присоединилась к празднованию дня рождения Марины Тристановны. Элла Трегубенко опровергает слухи о своей беременности. Комментарии по поводу, что мне пора детей рожать, а не собаками заниматься, оставьте при себе. К вопросу материнства я отношусь очень ответственно. Илья Яббаров подтвердил информацию, что он с Катей Кауфман расстался. Мы давно расстались с Катей и, слава богу, расстались так, как разные интересы, разные взгляды на жизнь. Сейчас я пытаюсь наладить контакт с дочкой и работаю в шоу на НТВ. Как вы помните, Даша Пынзель сообщила своим подписчикам, что Андрей Черкасов и Аня Кручинина собираются принять участие в новом конкурсе на Доме-2. Андрей назвал слова Даши сплетнями, которым нельзя верить. 6 февраля Черкасову исполнилось 35 лет. Поздравляем! Он посвятил пост в сети своим любимым родителям. Ирина Агибалова не смогла прийти на суд с Татьяной Африкантовой. Из-за переживаний у нее поднялось давление. Татьяна Владимировна тоже не была на суде по совету своего адвоката. Адвокаты Африкантовой признали факт клеветы про судимость и запросили мировую. Но адвокаты Агибаловой требуют продолжения дела и наказания Африкантовой по всей строгости закона. Татьяна Владимировна в перископе продолжает лить грязь на Ирину Агибалову. Вот что она сказала. Ей так хочется быть вхожей в светское общество. Но люди помнят все. Шумиха ей пошла не на пользу, на 10 лет постарела. Говорит, что ей 52, а вид-то сейчас на 70. И то ли еще будет. Плохо иметь столько неправильных поступков в жизни. Пришло время расплаты за красивую жизнь. Маша Адоевцева наконец-то рассказала, что за перемены произошли в ее жизни. Теперь у меня две доченьки. Вторую девочку зовут Варвара. А еще за кадром с нами неразлучно был папа. И никуда ему от нас уже не деться. Миша, спасибо тебе за все. Теперь я точно знаю, что такое любить и быть любимой. Ты моя крепость. Ты тот самый-самый. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok